Всем привет! Сегодня давайте поговорим о уходе за лицом. Я настолько прониклась корейской косметикой, я очень довольна теми средствами, которыми пользуюсь сейчас. Что-то я покупала ранее, что-то появилось у меня относительно недавно, но мне хотелось бы назвать этот уход с эффектом вау. Это действительно так. Понятное дело, что нет ничего универсального, но средства, которые я использую, это довольно популярные продукты, и мне хотелось бы поделиться с вами своим мнением. Кстати, это мое первое видео в коллаборации с сайтом iHerb, на котором я и так давненько покупаю не только корейскую косметику, но и классный работающий и при этом недорогой уход. Мы обожаем вкусняшки, для всей семьи покупаю. Еще мне нравятся витамины для себя и для деток, для детей обязательно их подбирает педиатр. Что еще? Ароматные приправы. Это мое все в футбуках. Вы видите, что я часто ими пользуюсь. Там такое изобилие. Они настолько ароматные, они вкусные, их надолго хватает. У меня на канале есть отдельные видео, посвященные iHerb, но сегодня я все-таки хотела бы больше сосредоточиться именно на уходе. На сайте iHerb представлено свыше 12 тысяч различных единиц именно из категории ухода. Поэтому вы абсолютно точно найдете что-то для себя, для лица, волос, тела, ногтей. Все, что ваше тело и душа пожелает, есть в одном месте. И также iHerb осуществляет доставку в 160 разных стран мира, и это число постоянно растет. Также техническая поддержка осуществляется в 10 различных языках, в том числе и в русском. Поэтому не переживайте, если вы вдруг не знаете английского. Я всегда довольна сервисом именно самого сайта, ну и, конечно же, качеством продукции, которую я там покупаю. Теперь давайте вернемся к теме ролика, то есть к уходу. Первое средство, которого раньше не было в моей косметичке, и с тех пор, как я нашла те самые, я поняла, зачем ими вообще пользуются. Дело в том, что я, как и многие другие девушки, раньше пользовалась разными увлажняющими тониками. И, честно говоря, этот шаг в уходе не доставлял мне какого-то колоссального удовольствия по двум причинам. Первое, это, как оказалось, отсутствие результата, потому что мне казалось, что вроде как средство что-то делает. Потом оно, к примеру, заканчивалось, я не спешила за новой баночкой, потому что оказывалось, что, в принципе, без тоника можно нормально жить. И второй момент, это ощущение липкости от многих псевдоувлажняющих тоников. Именно поэтому, ну вот как-то тоник, ну, есть хорошо, но нет, да и нет, до того момента, как я не познакомилась с корейскими эссенциями. То есть, в моем понимании, это просто первый шаг в уходе, что-то наподобие тоников, к которым мы привыкли. Итак, представьте себе ситуацию. Наша кожа, это сухая губка, да, то есть вот мы умылись, лицо сухое. И если на сухую губку нанести крем или сыворотку, что произойдет, все останется на поверхности. То есть, крем не будет впитываться вглубь губки, то есть в нашу кожу. И подобного рода средства являются так называемым проводником, которые помогают проникать всем остальным уходовым средствам, которые мы наносим, это сыворотка, крем, глубже и не оставаться на поверхности. То есть, чтобы не было никакой пленочки на лице, чтобы крем выполнял свои функции еще лучше, мы нуждаемся в таких вот штуках. Это у меня конкретно от бренда Миша. Я давно на него заглядывалась, но у меня были и другие средства, но тут не устояла, купила. И пусть вас не смущает практически полная баночка, потому что у средства какой-то микрорасход. То есть, здесь нет никакого дозатора, ничего такого. И, кстати, сама упаковка выполнена из стекла, выглядит очень люксово, достойно. Здесь 150 миллилитров. И вот это, по сути, водичка, потому что она не имеет никакого аромата. Просто, вы знаете, что-то жидкое, как обычная вода. Мы наносим это средство первым этапом после очищения. И, казалось бы, кожа просто выпивает это что-то, и ничего особенного не происходит. Но я могу сказать абсолютно точно, я принесла вот эту эссенцию несколько дней назад в эту комнату, для того, чтобы не забыть вам о ней рассказать. И я ощущаю разницу, что мои уходовые средства работают немного по-другому. Я больше их ощущаю на лице, при том, что я наношу ровно столько же, сколько и раньше. И я понимаю, что кожи не хватает какого-то увлажнения. И это именно то, что дает вот эта эссенция. Я очень настоятельно рекомендую вам присмотреться к корейским тоникам и эссенциям, потому что они какие-то волшебные. Следующее, что довольно долго было в моем виш-листе, это пилинг для лица от марки Natural Pacific. И его я подсмотрела у Лены 864. Я сейчас могу сказать только одно. Я злюсь на себя, что я раньше не заказала вот эту вещь, потому что она, ну вот, необъяснимо хорошо влияет на кожу. И причем после первого использования вы подойдете к зеркалу, потрогаете свою кожу и скажете, вау, это работает. Итак, в самой упаковке находятся две баночки, то есть мы выполняем такой пилинг в два этапа. И еще удобная лопатка, которую я всегда использую для того, чтобы взять крем из упаковки, что угодно, чтобы не залезать пальцами во все мои уходовые средства. И первым делом мы наносим скраб для лица. И поэтому я, собственно, и не заказывала этот пилинг, потому что я не очень люблю всякие скрабирующие средства. В его составе есть очень мелкие крупинки сахара, которые помогают убрать омертвевшие клетки с нашего лица. И даже на самой упаковке написано, что не надо нажимать на кожу, когда вы ее массируете. То есть ничего такого травматичного с вашим лицом не должно происходить. Очень нежными движениями распределяем это средство по влажному, уже очищенному лицу. И потом наносим второй этап. То есть что-то жидкое, и это фруктовый пилинг. Слушайте, массируем еще чуть-чуть, буквально несколько секунд. И смываем это все дело. Вы не поверите, насколько гладким будет ваше лицо. Но кислоты это что-то, что я люблю и уважаю. В этом случае важно именно нежное нанесение, потому что средства настолько активные, они и так выполнят свою работу. И при регулярном использовании вы заметите, что ваша кожа изменится к лучшему. Еще несколько лет тому назад я открыла для себя категорию ночных масок. И с тех пор это любовь навеки, потому что для сухой обезвоженной кожи это спасение. Особенно в холодное время года, или если вы используете отбеливающие средства, или же, к примеру, пользуетесь какими-то легкими кислотами. И потом, когда очередуете средства, то хорошо нанести, вот знаете, что-то такое увлажняющее, и запечатать это все увлажняющей ночной маской. Я пробовала от Миша, которую показывала вам в предыдущем видео о iHerb, по-моему. Ну, в общем, покупала на iHerb, оставлю ссылку внизу. Но вы знаете, я заметила, что она очень классно заживляет, как-то успокаивает кожу. Но супер увлажнение для моей сухой кожи, а, кстати, мне 30 лет, и морщины на сухой коже появляются гораздо раньше. И даже если вот мне не хватает увлажнения, то я вижу явные заломы, поэтому увлажнение мое все. И вот как-то после одного из моих видео вы мне написали, что, Оля, ты должна попробовать увлажняющую маску от бренда Laneige, которая призвана увлажнять кожу во время ночного сна. И у меня была миниатюра, поэтому я знала, что я заказывала. В наборе также есть лопаточка у бренда Laneige. Наверное, это стандарт, потому что у меня из iHerb есть увлажняющая ночная маска для губ. Там тоже очень удобный аппликатор для нанесения. Здесь тоже такая увесистая баночка, и здесь 70 мл. Такой маски хватает, ну, на год использования. А что тут пишет производитель? Да, можно пользоваться в течение 12 месяцев с момента вскрытия. Эта маска имеет гелевую текстуру и ощутимый, но свежий, ненавязчивый аромат. Это что-то не ванильное, а наоборот такое, знаете, как чистое, воздушное что-то. Мне он очень нравится. Эта маска настолько насыщает кожу. Я зачастую наношу ее на какой-нибудь тоник, на эту же эссенцию, и просто за час до того, как иду спать, наношу это средство, даю ему впитаться, и оно вот прям сильно насыщает кожу влагой. Нет никаких складок, морщин. То есть, если у вас именно сухие морщинки, то, конечно же, вас эта маска спасет. И, в принципе, я постоянно об этом говорю. Даже любая возрастная кожа, которая имеет склонность к сухости, нуждается в увлажнении. И каждая возрастная кожа может выглядеть по-разному. То есть, если кожа будет уже с морщинками, и ей еще не будет хватать увлажнения, она будет выглядеть гораздо хуже, чем возрастная, напитанная, увлажненная кожа. Эта маска отличается от тех, которые у меня уже есть, своей легкостью, и тем, что утром лицо не блестит. Эта маска не скатывается. В принципе, ни с одним из корейских средств у меня нет проблем со скатыванием. Иногда, знаете, средства могут не совмещаться по составу, как-то не совпадать. Но пока что в моей практике ничего такого не случалось. Маска очень-очень стоящая. Очередная категория корейской косметики, которая абсолютно точно способна изменить состояние вашей кожи, это гидрофильные масла. Я говорила, говорю и буду говорить о том, что это самое лучшее, что вы можете использовать для демакияжа, вообще для очищения кожи, потому что я, к примеру, пользуюсь SPF, если даже не наношу декоративную косметику, его также обязательно надо правильно смывать с нашего лица. Ни один другой гель, пенка, самостоятельно, не способна настолько хорошо и качественно удалить все загрязнения с кожи. Все мы знаем о том, что жир удаляет жир, и гидрофильное масло это просто must-have. Сама пользуюсь двухэтапным уходом очищения на протяжении нескольких лет, и для меня вот сейчас разница, как, не знаю, небо и земля. Я не представляю себе свой вечерний уход именно без гидрофильного масла. Причем, раньше я любила классическую версию гидрофильного масла, то есть, жидкое масло, что-то такое, даже не совсем, вот знаете, жирное корейские масла, гидрофильное масло, именно тем и отличаются, что у них есть разные текстуры. И, кстати, вот это масло предназначено для жирной кожи, но оно мне абсолютно ничего не сушит, и все очень здорово, заказываю уже не первый раз. Это гидрофильное масло от бренда The Face Shop, оно отличается от многих своей легкой текстурой, не слишком жирной. Если вы до сих пор не можете себя убедить в том, что гидрофильное масло это не что-то жирное, неприятное, то стоит начать свое знакомство с этой категорией заново, а возможно, вы впервые купите что-то. Мне кажется, что это очень достойный вариант, потому что стоит недорого, хватает надолго, смывает всю декоративную косметику. Моя кожа чувствовала себя прекрасно во время использования этого средства, поэтому welcome to моей косметичкой еще раз. Что? А вот последнее средство на сегодня по действию напоминает гидрофильное масло, но имеет форму бальзама для демакияжа. Я уже покупала на iHerb знаменитое, хочется назвать его маслом, бальзам знаменитый от Banila & Co с серой крышечкой, и оно было в моих фаворитах года, поэтому как бы понимаете, что оно мне подошло и понравилось. Вот это имеет самую красивую упаковку, которую я в последнее время держала в своих руках, ну, начиная как бы с коробочки, заканчивая самой баночкой. Очень приятно пользоваться средствами, которые еще и красиво выглядят и вообще радуют меня и кожу, и вообще все счастливы. Короче, крышка здесь классная, очень удобная, такой у меня еще не было, потому что ничего не надо откручивать, а вот таким образом открывается и крышка не потеряется. Я когда-то свою потеряла в отеле от Banila & Co. Также здесь вот такая крышечка и лопатка. Бальзам имеет нежный аромат в отличие от Banila & Co. Banila & Co было вообще без какой-либо дужки, и этот бальзам от Heimish он еще более нежный, он прям как крем, то есть мы наносим это средство на сухую кожу, на макияж, и тогда этот бальзам начинает работать. Точно так же, как гидрофильное масло, его не надо много наносить, некоторые совершают ошибку, берут прям столовую ложку, нет, достаточно вот одной третьей чайной ложечки, все, растворяем косметику и потом смываем это все при помощи теплой, чуть-чуть теплой летней воды и образуется такая приятная эмульсия, как, ну не как молочко, да, эмульсия, и смывается вся грязь нашего лица, весь день снимаем, да, вот, очень приятное средство. Я очень рада, что этот бальзам для до макияжа меня не разочаровал, наоборот, очень даже порадовал. Если вам сегодня было интересно, вы узнали для себя что-то новое, ставьте лайк, мне будет очень приятно. Ссылки на всю продукцию и также на моих корейских любимцев вы найдете в инфобоксе, не забывайте заглядывать. Всем спасибо за внимание, пока-пока, до новых встреч уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok